Здравствуйте, уважаемые зрители канала Бурят Монгол РХТН. Снова в рубрике разговоры по пятницам, casual fridays, наш дорогой гость из Монголии, украинский предприниматель, блогер Игорь Дёймен. Добрый вечер, доброе утро у вас. Доброго вечера, Раджана, рад вас видеть. Сегодня мы хотели бы поговорить о такой теме, которая нас объединяет. Дело в том, что нас объединяет одно прошлое, и это прошлое называется Советский Союз. Мы оба родились, выросли и достаточно большую жизнь, большую часть сознательной жизни провели в Советском Союзе. И поэтому нам есть что вспомнить и обсудить, проанализировать, прийти к каким-то выводам. И сегодня этот разговор достаточно символичен, потому что он проходит в годовщину, 34-ю годовщину августовского путча, который стал началом конца Советского Союза. Вот сейчас, когда мы с вами записываем наш разговор, как раз, если мы вернёмся на 34 года назад, то на всех экранах страны сейчас идёт трансляция балета «Лебединое озеро». И люди все в недоумении, люди все в тревоге, потому что не знают, что происходит. Наконец, объявляют о создании ГКЧП, комитета по чрезвычайной ситуации. И, в общем-то, разворачивается уже потом действие. Вы помните это время? Конечно. В это время я как раз был в Монголии. Значит, для меня чем оно запомнилось? Значит, получилось так, что я работал в такой организации военной советской, которая называлась «Правительственная связь». То есть это были войска КГБ, и вот они как бы напрямую вот с этим делом связаны были. И вот происходят эти, значит, ГКЧП, эти события в Москве. А эти ж вроде как бы правительственная связь, всё-таки напрямую правительству подчиняются. И вот в любой армии, в любой воинской части есть такой ритуал. Они каждое утро поднимают флаг. Так эти, значит, три дня, пока шёл там путь, пока они там разбирались, кто победит, эти три дня флаг не поднимали страны. То есть они думали, какой флаг им поднять. Через три дня, значит, посмотрели, ага, там вроде побеждает Ельцин. Подняли, значит, по-моему, триколор, и значит, всё нормально, как будто ничего не было. То есть вот этим мне запомнился, вот эти события. И запомнились, что там некоторые офицеры, которые ходили, и вот как раз же уже союз начал разваливаться, собственно говоря. Пошла вроде бы как бы демократия развиваться. Многие офицеры заходили и кричали, вот сейчас мы покажем, сейчас мы тут разберёмся. То есть они радовали, явно. Не все, не все. Но основная масса, вот по моим наблюдениям, радовала. То есть вот чем мне запомнились эти события. Вот, и немножко я с вами, ну как бы не то, что не согласен, а хотелось бы сделать такое замечание. Это было не то, чтобы развал союза, да, это само собой. Вот. Но это было перерождение Советского Союза в современную Россию. То есть вот они выросли вот такого монстра. Несмотря на то, что прошло это ГКЧП. Вот моё мнение о нём такое. В 2021 году я написала текст, посвящённый этим событиям, юбилею Путча Августовского в издании «Сибирь. Реалии». И там, я помню, что когда знакомые и незнакомые люди комментировали этот текст, то меня, в общем-то, очень большая часть читателей обвиняла в так называемом совкадрочерстве. Потому что в тот момент, в 2021 году, у меня ещё оставались какие-то тёплые воспоминания о своём, наверное, счастливом детстве, вот, юности и так далее. То есть, и поэтому, конечно же, отдавая отчёт в том, что история Советского Союза – это история кровавая, большей частью. Тем не менее, я помнила вот это время, 70-е годы, 80-е годы, вот, когда уже не было этого террора, естественно, мы о нём только слышали от родителей, когда было достаточно такое существование спокойное, в общем-то, всё было расписано у человека вперёд на много лет. Он знал, что ожидать от этой страны, от своей жизни. У него был план, как бы, вот, дальнейшей жизни и так далее. То есть, он знал, что летом он может поехать в отпуск куда-то на море, там, в санаторий и так далее, что, вот, он получит квартиру. Ну, в общем, обычные планы обычного обывателя, человека. И, в общем-то, в этом не было ничего плохого, потому что всё-таки, как ни говори, но Советский Союз – это было государство, в принципе, как это сказать, ну, не совсем welfare state, но к этому стремилось. А потом наступил хаос, наступили 90-е, появились бездомные, люди стали терять работу, люди потеряли практически сразу же огромное число, полностью все сбережения. То есть, ну, мы прекрасно понимаем это, да, что потом наступило. Вот, и поэтому вот как раз тогда, например, Дмитрий Быков писал о том, что Советский Союз, вот, это такая дыра в его представлении, но из этой дыры можно было увидеть космос. Вот, а сейчас, то есть он противопоставлял это время, вот, последнего, позднего Советского Союза, позднего социализма, вот тому, что сейчас происходит. И, как бы, вот, Советский Союз был устремлен в будущее, а путинская Россия, она устремлена в прошлое. И она, то есть это абсолютно, это развитие, в общем-то, такое деградирующее, то есть это не развитие к чему-то более сложному, а наоборот упрощение, путь к упрощению. Вот, и я в этом была согласна с ним. Вот, но главное, что затем, следующий после этого год, он полностью перечеркнул, ну, вот, я не могу говорить о других людях, но вот во мне он полностью вот перечеркнул все, что было до этого. То есть я уже не могла настолько, ну, более-менее позитивно этот опыт оценивать, потому что вот для меня этот момент нападения Путина на Россию, на Украину, вот это вот полномасштабное вторжение, оно послужило таким вот водоразделом. То есть после этого уже я не могу думать ни о Второй мировой войне, о подвиге советского народа, да, ни о вообще полностью истории Советского Союза, как о чем-то, что, в общем-то, достойно, да, доброго упоминания. Вот каким-то образом для меня вот это вот произошло вдруг. Но я думаю, что у вас какой-то совершенно другой был опыт, я думаю, переосмысление. Не то, чтобы другой, просто, понимаете, вот я с вами немножко не соглашусь в этом плане. У нас же организм устроен так, наша психика, что мы со временем забываем плохой и запоминаем столько хорошего. И вот сейчас люди попадают вот в эту ловушку. То есть мы помним, что было хорошее в том Советском Союзе, а хорошего, ну, только наше детство, мы были моложе. Все. Больше ничего хорошего не было, согласитесь. Если мы начинаем вспоминать, и вот если мы зададим себе сами вопрос, что было хорошего в то время, мы не найдем ничего. Вот вы задайте любому, как вы правильно говорите, сапкодрочек, вот я ее так же называю, задайте вопрос, пусть скажут, что было хорошее. Они вам будут рассказывать про какую-то социальную защиту, про какую-то фигню абсолютную, которая, ну, непонятно о чем. И все. Ну, будут вот этот миф, колбаса по 2,20, самый вкусный пломбир там и все такое. Вот. А что касается той же истории, 2-й мировой войны и всего остального. Так Путин же, видите, он как сделал подло? Он людям дал возможность, ну, он показал как бы путь, как можно свои преступления прикрывать. Он предлагает ровнять, значит, вот тех героев 2-й мировой войны, которые реально защищают свою родину, и вот этих убийц, которые сейчас пришли, значит, убивать украинцев. И он предлагает тоже, чтобы народ как бы не чувствовал себя виноватым, значит, вот сравнивайте, мы не уничтожаем Украину, а мы освобождаем Украину. То есть он все ставит с ног на голову. Люди это прекрасно понимают. Но он дал возможность хоть как-то себя оправдать морально. То есть человеку это тоже свойственно пытается себя морально оправдать. Вот из-за этого все проблемы. Вот. А что касается, вот еще раз повторюсь, Советского Союза, ну, я реально не могу ничего хорошо вспомнить. Ну, да, детство, да, было детство, мы были молодые, там вспоминаем какие-то там игры зорницы, там, пионерские костры. Вот только это. Но если мы проанализируем, это был кошмар, по большому счету. Мы сидели за забором, мы не могли ничего сравнивать, ни с чем. Вот я не говорю, что я был в то время диссидентом какой-то. Нет, я был обычный ребенок, обычный молодой человек. Я свято верил, что у нас все нормально, все хорошо. В детстве у нас постоянно были вот эти вот передачи. Вот у нас все хорошо, у нас безработицы нет, а вот там на Западе бедные безработные живут в этих коробках. Вот. И я в это свято верил, и большинство населения в это верили. Мы не могли сравнить. То есть весь этот Советский Союз, вся идеология, она держалась на лжи. Вот как сейчас Путин брешет на пропалым, но сейчас люди могут сравнить. И если человек умный, у него обладает критическое мышление, на него пропаганда не подействует. А тогда сравнить было нечем. Мы верили, и все. В это дело. Мы верили, потому что нас так воспитывали. В то же время, если, например, сравнивать эпохи, то наши родители, поколение наших родителей, наших дедов и бабушек, оно жило, конечно, в страшных условиях по сравнению с нами. И вот если сейчас, например, я поздний ребенок у своих родителей, и моя мама, и мой отец, они помнили репрессии, потому что их родных репрессировали. То есть у мамы дедушку увезли на ее глазах, у отца старшего брата, они со старшей сестрой были сироты, и их содержал старший брат, которому было всего 18 лет. И по доносу его арестовали, увезли, он погиб затем в лагере. И я думаю, что у вас в семье тоже подобные трагедии. То есть у каждой семьи, я думаю, особенно у семьи, которая, так сказать, на окраине империи, потому что я заметила, что по народам сталинские репрессии прошлись гораздо тяжелее, чем, например, по средней полосе России. Вот у нас, например, вот Бурят, по двум статьям в основном репрессировали. То есть были именные бурятские статьи. Это панмонголизм и шпионаж в пользу Японии. У Калкова еще народа будет две таких статьи. И, соответственно, ни одну семью эти репрессии не обошли. В Украине, я знаю, был голодомор. То есть это полностью, можно сказать, геноцид. Просто страшный геноцид целого народа. Был голодомор в Казахстане, в Поволжье, в республиках Поволжья. То есть это был, в общем-то, затем были эти депортации, когда, например, калмыков увозили зимой, бросали в голой степи. То есть они там и по пути в Сибирь погибали, и затем, когда их выгрозили просто на морозе. Ну, это просто, конечно же, страшное, страшное время. Но я не могу сказать, что во времена, когда я была ребенком, или там комсомоле была, и так далее, что мы с чем-либо подобным сталкивались. Мы об этом знали только из рассказов родителей. Причем родители... Отец, например, мой вообще молчал об этом практически, он мало что говорил. Мама рассказывала, но в то же время это был ребенок, который был воспитан этой системой, и вот она не могла как-то вот перейти, переступить через это воспитание коммунистическое. И она оправдывала то, что случилось с ее семьей. Но это еще как бы начиная вообще с революции, да, там шел террор просто вот на протяжении десятилетий шел террор. Я не говорю, что только было в 30-е годы. В 30-е годы просто апогей был. А до этого еще было, и после этого было, конечно же. Вот. Но поэтому вот для нас вот эти вот время этих репрессий, это как будто вот было, я не знаю, история древнего мира или история средних веков. Потому что когда ты этого через это не проживаешь, да, ты как-то вот особо не знаешь того, что было. Поэтому с одной стороны понятно, что у страны не было в общем-то будущего, да, потому что, как вы сказали, она стояла на ложных основаниях, она была построена на лжи, на идеологии, которая оправдывала совершенный геноцид. вот, но в то же время, в то же время мы видим, что вот после того, что как бы после развала Советского Союза мы получили вот то, что мы сейчас имеем, да, и непонятно, что лучше. Потому что вот тогда была какая-то надежда. А сейчас у вот полной этой страны огромной, которая все еще огромная, называется Россия, уже нету никакой надежды. Но единственный, мне кажется, позитив в этой ситуации это то, что это уже ненадолго. Ну, дай бог. Смотрите, вот, когда мы говорим про Советский Союз, мы не должны разделять Советский Союз и сталинист. Это все звенья одной цепи. А пропаганда нам старается как бы это дело отделить. И мало того, что нам старается отделить эти сталинские репрессии, убийства и все это, людоедство его, вот, оно параллельно еще и поднимает от культ Сталина. Вот смотрите, как вот был процесс. Пришел к власти, это значит упырь. Первый, я имею в виду Ленина. Он первым делом стал делать концентрационные лагеря. Вот этот лагерь на Соловках, это же его, собственно говоря, детище. Потом он уже посмотрел, все-таки там как-то было более-менее коллективное управление. Они посмотрели, что этот красный террор, этот, значит, военный коммунизм уже никуда не годится, надо идти дальше. Они быстренько перевели страну на рельсы НЭПа, то есть новая экономическая политика, и страна стала подниматься. И пока вот они там между собой грызлись, а Ленин откинул копыток к тому времени, к власти пришел Сталин. И вот был выбор у них, понимаете, либо Сталин, либо Троцкий. Если бы пришел Троцкий, это было бы еще хуже, это же у Шлепок еще тот. Он же и прудовые армии готовил, там еще там что-то. Вот. Но к власти пришел другой людоед, тоже людоед, тоже кровавый полностью, ну скажем так, менее людоед. Но его хватило за глаза. Тут же пошли эти репрессии. Была у них любовь найти шпиона, потому что ты же не обвинишь ни в чем. Вроде бы контрреволюционеров всех половили, а сажать надо. Надо было вот это все свободное, ну всю эту свободу задавить окончательно. Людей перепугать, чтобы они были как безмолвные рабы. Поэтому пошли поиски вот этих вот шпионов. Надо было уничтожить крестьянство. Крестьянство это, ну это люди как бы все время трудятся. И им это советская власть, которая им мешает загонять в колхоз, но их тоже нафиг не нужна. Их надо было тоже уничтожить. Поэтому пошли голодоморы. Именно вот в тех местах, где было много крестьян. Это Украина прежде всего. Больше всего голодомор там прошелся. Это Поволжье. Это та же Кубань там тоже самое было. Ну и Казахстан. То есть везде, где люди могли сопротивляться этим колхозам и сопротивлялись, везде прошел голодомор. Вот мне бабушка моей жены первая, она это делала и рассказывала. Она сама с Украины и она этот голодомор застала. Это страшное дело. Это же у нас погибло 10,5 миллионов. Вот по последним данным, так это только первый голодомор 1932-1933 года. А потом был голодомор еще и после войны 1946-й год. Он был, конечно, меньше по Украине, но это были те же самые процессы. То есть Сталин забирал все продукты, оцепляли они вот эти деревни, не давали людям выйти. Люди просто умирали. Им эти люди были не нужны. Украина, она всегда была как козь в горле у России. Сейчас мы имеем отголоски. И вот так вот они готовили безмолвное стадо рабов. То есть кто только что-то сказал, кто что-то имеет какое-то свое мнение, этот человек уничтожался, либо как у нас в Володоморах, либо он объявлялся шпионом. Если у вас это были японские шпионы, так в Украине это были польские шпионы. Но принцип один же. То есть этот строил вертикаль власти такую же как сейчас Путин строит. Если бы Путин мог, он бы тоже бы такое сделал. Но опять же смотрите, Сталин он же не сразу пришел к террору. Они сначала выпускали своих врагов, дали уехать тем же буржуям, то есть самым активным обществам. Они дали уехать за границу. Даже того же Троцкого, своего заклятого врага, он выпустил. Потом продали дорогу, ему там по башке заехал. Но тем не менее оно выпустило. Так же и сейчас посмотрите, мы можем провести параллели. Сейчас люди могут выехать из России. Принцип. Но мы уже видим, что в 2000-х годах Путин, как пришел к власти, он уничтожил свободную прессу. Ушло НТВ, которое было более-менее свободное. Ушли какие-то там центральные пресса оппозиционная, он их зачистил все. А сейчас он продолжает закручивать гайки. Сейчас с Ютубом проблемы. Вот буквально вчера была новость, что по-моему три дня назад или два дня назад не работал телеграмм в Москве и в Питере. То есть они уже пытаются его там где-то прижать. То есть нарастает это все. Тогда были доносы. Весь сталинский режим держался на доносах. Сейчас то же самое. только если тогда доносы были как бы ну не то что централизованы все там писали друг на друга кто хотел а сейчас они централизованы сейчас есть Мизулина который возглавляет как бы лидер лидер по доносам мы постепенно видим те же процессы он еще не строит гулаги конечно но что ему мешает он же спятивший человек он может дальше продолжать таком душе то есть мы просто сейчас да да мы возвращаемся ну не мы возвращаемся Россия возвращается мы слава богу не возвращаемся вот и вот вы про 90-е годы сказали да вот что было там 90-е были плохо так все страны постсоветские прошли вот через это потому что у всех была плановая экономика плановая экономика это что ну вы знаете ну вот может зритель там молодежь не знает это вот допустим есть огромный завод в Сибири к примеру который делает вешалки вот а у него есть куча смешников один смешник в Казахстане он делает к этим вешалкам какие-то крючки например а другой смешник где-то ну скажем в Прибалтии то есть в странах Балтии где-то делает шурупы вот и вот завод в Сибири должен получить вот эти вот значит крючки с Казахстана или там где-то со Средней Азии шурупы со стран Балтии с Литвы скажем к примеру взять свои там деревянные изделия и собрать вешалки а везде шарали вот план это значит перевыполнение плана это гордость выполнение плана это обязанность вот бредовые такие были и вот допустим завод в Сибири ну не успел сделать заготовить нужное количество заготовок а завод где-то в Литве заготовил кучу этих шурупов а Средняя Азия тоже не успела сделать вот эти вот значит крючки и на завод уже значит приходит куча шурупов но нету нету крючков и все и все это изготовление этих вешалок значит сыплет это я к примеру привел так было во всем в производстве молока в производстве тракторов там машин все что угодно то есть это было тупиковое ветвие и когда вот это все рухнуло к счастью вот эти страны социалистического лагеря как их называют да они же тоже работали по этой экономике были страны СЭП которые там что-то там пытались какую-то интеграцию сделать вот у них экономика тоже рухнула потому что она была вся завязана на вот эту дурацкую систему плановую и все страны прошли через такие же 90-е годы вот у нас по соседству Польша и поляки возили нам всякую гадость там были какие-то контрафактные духи там что-то вот вы помните зеленый как выпускалось да такой флакончик страшный такой железный крышкой там такая жесть так вот они в таких флакончиках возили духи Шанель номер 5 я помню уже жене покупал у него запах значит держался ну минуты 3 наверное и все прошли все а сейчас где Польша а где Россия прошли все и Россия тоже этот этот этап прошла но если Польша провела люстрации и они не пускали не запретили коммунистическую партию они не пускали вот тех значит преступников которые значит деятели коммунистической партии Польши не пустили их во власть в России же наоборот в России во всех постсоветских странах пришли к власти бывшие коммунисты вот ну соответственно что имеем то имеем в России получился голод их очередной раз спасала Америка они сейчас значит как бы отказываются от этого от этой помощи кричат нам никто не помогал вот им даже даже Украина поставляла хлеб в Москву потому что были статьи в газетах что голос отменяется Украина прислала там эшелон хлеба ну они Украине отплатили сейчас у нас прошла у нас не было иллюстрации и поэтому когда все лухнуло то у власти оказалась та же верхушка что и при Советском Союзе везде то есть у нас в Бурятии например вот как сидели в обкоме КПСС коммунисты так они и остались там сидеть просто назвались по-другому да стали по-другому называться и так было буквально везде конечно потому что потому что у нас вот в этой стране абсолютно нет никаких никогда не было и нет и нет никаких механизмов самоуправления демократии вот и в любом случае вот когда например рухнул Советский Союз я думаю что у нас в смысле вот у России не было шанса вот сейчас говорят что был шанс у России который да не было конечно какой там шанс да никакого шанса никогда не было то есть приход Путина к власти закономерность это не какая-то аномалия это закономерность потому что народ прежде всего вот основная масса народа она его приветствовала она приветствовала эту твердую руку она приветствовала значит это явление значит государственной власти жесткой потому что люди устали от того что творилось в 90-е годы да но при том что да вот это вот дикая дикий капитализм при том что то что пришло это не лучше было то есть это стало стало не лучше гораздо а стало хуже еще вот просто вот эти же самые бандиты которые беспредельничали в 90-е годы они все стали заседать в кабинетах например Госдумы или правительства и вот режиссера Балабанова был такой хороший фильм Жмурки и у него было такое второе название для тех то есть посвящение тем кто выжил в 90-е и финал этого фильма он просто шикарен то есть это фильм про таких мелких бандитов в провинциальном русском городке и заканчивается фильм сценой кабинета с видом на Красную площадь кабинет какого-то высокого чиновника и это один из этих бандитов и эти два бандита они сидят там в этом кабинете то есть в общем-то в общем-то имеем то, что имеем смотрите я думаю процесс еще более страшно пошел дело в том что вот вот этот разгул бандитизма на который сейчас ссылается Путин и говорит что вот мы сейчас это все остановили мы такие молодцы на самом деле они же его и не инсценировали вот смотрите Советский Союз обладал мощнейшей значит системой подавления то есть КГБ МВД еще там всякие там альфы беты там что там у них там эти силовицы целая гора они они что не могли придавить весь этот гадюшник бандит могли вот но им не нужно было тот же Путин он сидел значит с Собчаком в Ленинград или уже был Петербург не знаю что тогда уже было у них вот он сидел там в мэрии и в 91 году была статья в газете ее легко найти я не помню название газеты она называлась так полковник который грабил Россию то есть они там сидели у них была программа значит ресурсы за продовольствие они какие-то ресурсы вывозили с России получали продовольствие и все значит там ни денег ни ресурсов ничего не было то есть у власти остались именно вот эти вот ушлепки плюс пришли вот это КГБ и все и вы помните когда значит ну у власти стоял Ельцин эти видать с ним не делили особенно вот и он пошел какие-то там гонения на Собчака Собчак вынужден был бежать в Польшу а потом когда пришел к власти Путин Собчак что-то там от инфаркта копыт откинул когда вернулся в Россию то есть я не думаю что значит начальник Собчак не знал что делает этот тогда полковник Путин наверняка они все это знают то есть вот эти вот бывшие коммунисты которые значит кричали значит строили этот социализм в Советском Союзе они перекрасились правильно вы сказали вот они пришли во власть точнее из нее не уходили они подстраховались бандитами потому что те были как бы ну не знаю мобильная бригада какая-то которая помогала им решать их проблемы вот но они почувствовали власть денег в то время Советский Союз не мог особенно но тот же чиновник не мог вывезти денег за гарнию купить яхту правильно он он деньги должен был потратить Советском Союзе вот а там особенно не разгуляется ну ты купишь себе хрустальный какой-то сервис ты построишь себе дачу какую-то ты будешь там ездить там где-то там не знаю по этому Союзу но не больше вот а эти почувствовали свободу то есть деньги можно вывезти за границу можно купить себе яхты можно купить себе там виноградники как вот медведев купил вот и все и жить на широкую ногу что они собственно и сделали вот и все а простому народу они вот значит втирали вот этот проразгул бандитизм и все так они и были бандитами они их возглавили воспитанник воспитатель Путина это какой-то там бандит из этих тоже из питерской подворот он собственно об этом-то и говорил не скрывай это была трестная группировка да черт в сортах говна как бы разбираться это такое неблагодарное дело вот ну сам факт и они все так знаете и вот этот процесс он больше всего именно на Россию дотянул в Украине были тоже те же процессы но у нас была оппозиция у нас люди немножко другие у нас люди сразу стали как-то там бороться у нас был черновол который должен был прийти к власти но он проиграл Кравчуку коммунистам потому что люди тоже у нас были совковым воспитанием но была оппозиция ну мы немножко вернули не туда а в России было еще хуже вот я когда учился в школе это был по-моему восьмой класс или седьмой класс я не помню и вот нам учительница по-моему учительница истории она на полном серьезе говорила что вот Советский Союз воспитал значит новый вид человека вот человек советский знаете это сейчас это звучит смешно а она это говорила на полном серьезе мы тоже вроде так посмеялись ну сказала так ну кто кто в мозге учили слушать никто а она была права вот я сейчас думаю они действительно воспитали человека советского то есть человек который всего боится человек который которому все равно что происходит нету никакой активности вот повысилась цена на нефть Путин увеличил зарплату людям и все они все довольны и все вот вот за счет чего держится Путин он просто поднял им зарплату это хомо салитикус да 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 вот вот она была права эта женщина и вот вы посмотрите вот все постсоветские страны они как-то более-менее ну все-таки из этой повылазим из этой ну я не беру азиатские страны я просто не знаю как там ситуация я знаю что Узбекистан живет нормально а вот значит кто там Туркмения говорят там у них не очень весело но я не знаю не буду говорить я не знаю что там происходит вот но страны Балки это вообще для нас пример они оказались самые умные они сразу ушли в Европу они тут же ушли в НАТО и собственно говоря сейчас они нормально себя себя чувствуют хотя Россия постоянно орет что у них там развал экономики а что бы той экономики и приводят пример советскую экономику кричат вот было много заводов много было там фабрик все это поломалось ха-ха-ха вот такие вот они балбесы а на самом деле вся вот эта экономика она была завязана на на центр то есть это была военная промышленность это было вот как я привел пример вам с вешалками такая же система а когда союз развалился ну никому не нужен завод который делает миллион гаек которые отправляются там куда-нибудь ну не знаю ту же Сибирь скажем или в Тверь они нужны поэтому эти заводы конечно развалились вот а дальше люди уже сами все строили экономика поднималась так же она в Украине поднималась но России надо было показать что все везде плохо только у них хорошо и когда цена на нефть поднялась они собственно это и сделали вся экономика России это нефть ничего больше русские сейчас говорят что Россия должна остаться в нынешних границах вот в границах 91 года имеется ввиду и просто регионам нужно дать больше свободы больше полномочий нужно строить настоящую федерацию вот например Тамара Эйдельман известный историк недавно в интервью сказала что Россия это данность это большая большая Россия это данность и она сказала ну как можно вообще представить себе что там какие-то якуты будут жить отдельно ну да а латынина вообще договорилась а если тебе перебил латынина вообще договорилась надо царя вы же помните это интервью смотрели смотрите да один другого краши да да просто в общем-то они говорят что вот существуют же Соединенные Штаты федерация в общем-то Германия это тоже федеративная республика Канада это федерация и вот почему бы Россия не стать такой федерацией как вы думаете есть вообще шансы у России такой вот огромной переродиться вот в обычную такую демократическую федеративную республику или это утопия смотри когда они сравнивают значит Россию с Америкой с федеральной значит или с федеральной Германией ну я бы сказал кто с чем что сравнивает но боюсь нас Ютуб забанит вот дело в том что смотрите это процесс повторяется вот когда разваливался союз было то же самое Горбачев он же не сразу как бы сказал все мы разваливаемся значит все-все поломали вот он наоборот пытался этот союз реанимировать значит он пытался подписать союзный договор такой но вмешал из ГКЧП который который и этот даже вариант не устраивал и вообще все это рухнуло сейчас то же самое то же самое происходит только в миниатюре вот сейчас вот эти вот значит оппозиции так называемые хорошие русские они вводят за то же за то же самое то есть давайте подпишем федеральный договор и вот будет Бурятия а вот просто подумать вот что такое Россия мы не можем назвать даже что это такое вот есть Бурятия все понятно вот отдельная страна все ясно вот Бурятия населена Бурятами там живут этнические русские но это страна вот республика даже официально есть Чечня тоже понятно все отдельная республика там живут чеченцы русских неправда повыгоняли после защиты значит когда Путин защищал там русских там было до 40 процентов проживало русскоязычных сейчас по-моему 1 процент вот защитник пришел вот Татарстан мы понимаем да вот а что такое Россия вот где понимаете они живут за счет грабежа вот они ограбили вас ограбили Татарстан ограбили Сибирь ограбили там Чечню вот ну там правда сама их сейчас грабит но дело такое вот а что такое Россия что они производят вот вы можете назвать я не могу например Соединенные Штаты да Соединенные Штаты это 50 штатов разных да и при этом эта страна покрыта сетью различных дорог коммуникации авиасообщения и при том что у каждого штата есть свои полномочия свое законодательство тем не менее страна едина то есть она есть сообщения между различными частями различными штатами то есть нет такого что например человек где-то в Огайо да он например не знает что там происходит например где-нибудь в Иллинойсе или там в Калифорнии или в Орегоне если нужно он сядет например поедет в аэропорт возьмет билет прилетит и там прекрасно устроится будет то есть что-то сделает и может вернуться вот что касается России если мы возьмем особенно например восточную часть страны то есть там пролегает единственная железнодорожная магистраль это транссип который был проложен еще царем и помимо этого есть еще какие-то дороги автомобильные там московский тракт тоже идет параллельно и вот между регионами больше никакой связи нет то есть есть просто какие-то дороги которые полуразваливающиеся и например там постоянно затапливаются они где-то эти мосты совершенно например вот как сказать вот есть мост который соединяет Читинскую область и Амурскую область на Бами это просто фильм ужасов смотреть как там например фуры передвигаются или грузовики по этому мосту через Витим вот ну это так что человеку легче например чтобы полететь из Якутска в Магадан билет из Якутска до Магадана будет дороже чем билет из Якутска в Москву и из Москвы в Магадан это реальный случай это реальный случай мои знакомые так однажды летали показывает что абсолютно как бы власть не была заинтересована в том чтобы была какая-то координация чтобы были какие-то связи налаживались между регионами а им не нужна координация вот смотрите когда приезжаешь в Америку вот там чувствуешь эту свободу там пропитано все этой свободой свобода и патриотизм там везде флаги везде это не на словах в России сейчас тоже не везде флаги вешают но патриотизм это не прибавилось вот а в Америке это так вот и в Америке да вот мы допустим жили я уже не помню в каком штате мы там жили но мы в магазин ездили в соседний штат вот то есть разницы не было там никто не различает ты едешь по одной этой дороге вот она сейчас спокойно перешла в другой штат и все а дороги такие же там только позавидовать вот а в России ж не так вы возьмите допустим этнического бурята вот в одной комнате вот собрать этнического бурята этнического чеченца этнического ну у кого скажем ну не знаю татарин или там русского им даже не о чем будет говорить то есть это абсолютно разные народы которые никак между собой не интегрируются и не интегрируются еще именно из-за политики Кремля ему не надо чтобы народы объединяли ему надо чтобы вот каждый сидел в своей клетке тогда вами легче управлять вот это вот к этому поэтому не может быть никакой по поводу народов это нам вот сейчас как раз происходит вот это вот сближение между именно народами потому что вот именно эта ситуация заставила нас объединяться то есть мы начали создавать организации которые нас объединяют и мы теперь понимаем насколько наши проблемы в общем-то одинаковые да кстати я вас перебью я вас хотел сразу поздравить пользуясь случаем вы же по-моему сейчас внесены в реестр там какой-то там этот реестр и там против вас что-то не уголовное дело на России возбуждено так же вроде да в общем-то по-моему административное дело возбуждено но в общем-то в суде оно будет я не знаю там было заседание или нет но я знаю что да я к тому хочу сказать что это как сейчас как знак качества если мы вспоминаем мы же Советский Союз вспоминаем это как знак качества вот вы получили знак качества сейчас все нормальные люди если они получили вот такой статус значит все у них нормально все хорошо так что я хотел вас поздравить про то что когда человек чувствует что он часть этой страны да например несколько лет назад в Петербурге судили одного Тувица и Тувица говорил по-русски практически не говорил ему требовался переводчик вот и судья стала возмущаться и она стала говорить что вот приедут в Россию и даже языка не могут выучить и там переводчица и выступила журналистка известная Тувицкая и она сказала что ну мы вообще-то граждане России а она говорит знаем мы как мы стали гражданами паспорт то есть человек даже не знает что Тува с 44 года является частью Советского Союза и затем России то же самое например с Бурятии Бурятия вот приедет например в ту же Москву или в Кострому и ему скажут езжай обратно в свой Кыргызстан или в свой Китай или например кто-то там например какие-то пранкеры делали интервью проводили на улицах Москвы и спрашивали а что вы думаете о том чтобы Бурятия вошла в состав России вы хотите чтобы Бурятия вошла в состав России несколько лет назад и из всех в общем-то людей которые там отвечали ему большинство говорили что ну мы не просто почему бы они даже не знали что Бурятия на самом деле это часть России и если люди вот например вот на западе России не знают о том что Тува это часть России что Бурятия это часть России или вот то зачем вообще им нужно чтобы мы были в составе России правильно хорошим русским это нужно конечно как они будут жить вот центр России это ничего это ну там болото какое-то там любимое там что там шишки можно посидеть на березе можно посидеть все на этом закончено они вот есть значит республики доноры за счет которых они живут потом они копейки возвращают и кричат ой это дотационный регион вот я в жизни не поверю что Бурятия это дотационный регион вот я живу в Монголии я могу посмотреть в окно и видеть как они живут а это тот же народ примерно одинаковая земля ресурсов в Монголии меньше но они самодостаточны вот и Бурятия самодостаточна полностью самодостаточна я уже не говорю про Якутию там на одних алмазах можно жить и и горя просто раз по поводу тоже вот этих ужасов которые хорошие русские говорят о том что вот что наступит если вот будет развал России что что начнется вот они всегда начинают проецировать свои страхи и как бы свое собственное поведение потенциальное на нас то есть они говорят вот начнется резня а кто как будет резать потому что если например даже взять сейчас эту ситуацию да то есть кто у нас большинство то есть они они думают что это мы будем резать но на самом деле да если так разобраться это скорее всего нас придут они резать и они нас же начинают этим пугать таким образом видимо а помните мы с вами разговаривали в одной из первых наших встреч я вам тоже говорил что они такую провокацию устроят сейчас у власти стоит во-первых подонок полный полный конченный да еще и когибист чекист так сказать вот это их ну их стиль они так и сделают когда у вас подымется вот эта освободительная борьба в Бурятии она рано или поздно подымется вот они сделают такую провокацию они кого-то там из русских привежут им не жалко вас обвинят и не важно что вас меньше чем русские скажут ну вот видите значит давайте введем сюда чечен этот Ахмат к примеру и он там наведет порядок а тому Ахмату что это он от ВСУ бегать там быстрее зайцев а если надо безоружных людей убивать они в первых рядах вот это страшно вот это тоже кстати это все совковое это прошлое союз вот я же повторюсь он развалился так же и те же были беспокойства и те же значит крики и самое плохое что это шло от запада вот советский союз развалится а кто же будет тогда за ядерное оружие отвечать а кто будет там еще и вот сейчас читаешь мемуары Кравчука это вот наш первый президент в Украине и вот он это дело и описывает что Америка была против Германия была против но процессы уже пошли люди до того хотели свободы что этот процесс нельзя было остановить союз развалился вот сейчас будет то же самое вот это очень хорошо что вы сделали Лигу Свободных Наций это вам очень поможет очень правильное было решение вам надо конечно выходить там на международном уровне обязательно себя показывать показывать что вы нормальный народ что вы оккупированы сейчас временем Россия и вам нужна свобода а вы сейчас находитесь в тюрьме но вот запад тоже надо переубеждать иначе у них будет такая они же слушают кого идет вот эта пропаганда российская значит она на пропалую брешет они вот эти вещи будут продвигать вот в Чечне видите как русских хотели там чеченцы резать а мы русских спасли спасли так что сейчас там нет русских то же самое будут делать про Бурятию то же самое про Якутию и все нам надо в общем-то быть готовым готовым надо быть готовым к различным ситуациям в том числе к провокациям нужно отдавать отчет с кем мы имеем дело и подготовиться единственный рецепт да это да все верно и еще вот самое важное вот это вот вот мы все-таки как бы начали о совке говорить вот это надо тоже из себя выдавливать у нас работает только вот эта вот ностальгия но когда вы спрашиваете у любого вот этого совкодрочера чем хороший был советский союз он вам ничего толком не скажет вот про ту же колбасу будет рассказывать так этой колбасы в продаже не было вот и знаете колбаса всегда была дефицитом мы за ней в очереди стояли это в Москве можно было купить ну можно было и в Киеве купить я киевлянин можно было и в Киеве купить вот но потом к нам приехал значит когда уже пошла эта перестройка в 85 году я помню приезжал приехал значит Горбачев сказал а вы живете в Украине как на курорте а у нас было много сыра мне ну очень сыр нравится и вот после его приезда сыр пропал то есть курорт закончился знаете я просто что хочу да я просто что хочу сказать меня еще удивляет ситуация вот когда ну пожилые люди да это срабатывает система что мы помним хорошее плохое мы забываем и они вот как бы переносят свое вот это вот дело значит на социализм кричат как хорошо жилось при советском союзе и вот очень много сейчас в интернете видео когда вот люди нашего возраста с вами одевают пионерские галстуки одевают пионерскую форму это это у меня нет слов понимать что это объяснить но это ладно это где-то там старческий маразм да сейчас это называют словом кринж ну я как бы раз мы говорим о советском связи давайте по советски это маразм вот и понимаете но меня удивляет то что молодежь она вот наслушалась этих идиотских рассказов и они тоже начинают ну не вся слава богу не вся но многие вот где-то лет года 4 или 3 я не помню точно вот сюда приезжала значит компания представитель компании из Челябинска вот а я в Челябинске в армии служил в свое время в советском союзе срочную службу и вот молодые парни девушка 30 лет и у нас как-то разговор зашел про социализм и они мне начинают вот так хорошо было при социализме ну чем хорошо кто вам сказал нам сказала вот там мама то ли папа то ли бабушка ну не стоит кто-то взрослый а им 30 лет они это не видели вот а я вспоминаю про Челябинск говорил вспоминаю этот Челябинск значит вот я все-таки из Киева у нас было снабжение там более-менее нормальное относительно тоже был дефицит тотальный но что-то было даже колбаса масло например было вот а тогда вот опять же возвращается к советской армии значит тогда была такая ну не традиция как бы привычка значит заканчивается срок службы остается у тебя месяца два и воинские части начинают приезжать вот эти как бы покупатели или агитаторы вот под Челябинском большой автомобильный завод который делает машины Урал в Миасе по-моему не ошибаюсь вот и приехали оттуда к нам люди и давай значит нас агитировать идти на этот завод ну мы что молодые пацаны нам интересно испытателями там быть там что-то диктое машины ну и мы спросили вот мы хотим быть испытателями как они говорят да нет испытателей у нас как бы хватает нам нужны сборщики вот ну видят что мы как бы паникли как бы интереса уже особого нет и они стали нас агитировать рассказывать а вот вы знаете на нашем заводе такое хорошее снабжение что мы каждый месяц выдаем рабочему 200 грамм масла это сейчас дико звучит но вот нам это для них было достижение вот они выдают рабочим 200 грамм масла и а если говорит у вас еще и жена работает там то это будет 200 грамм масла за 400 грамм масла в месяц знаете вот вот самая лучшая реклама социализма все что еще можно сказать про социализм 200 грамм масла на крупнейшем заводе военном заводе и вот так на нем все было вот этот дефицит кругом да люди едли в Москву я тоже когда-то поехал в Москву там что-то купил там такое вот я помню вот у нас масло было слава богу но у нас не было копченой колбасы например и тебе выдавали эти пайки дурацкие там значит было колечко копченой колбасы это вот я не помню очередность праздника мы их выдавали и по-моему все ну иногда там что-то какое-то там не знаю или по-моему только к празднику так тебе же к этой колбасе еще закидают там всякие ну какой-то завтрак туриста рыбный завтрак туриста причем какие-то вермишель которые там значит никто не берет еще какую-то там гадость и все ну мы ждали этих пайков нам хотелось колбасу да у меня получилось так что я приехал значит в Монголию это была значит такая служба служащий советской армии был такой как бы институт можно было попасть за границу вот и я пришел сюда и вот походил по магазинам и смотрю висит копченая колбаса и я у продавщицы вот ну тогда все знали значит русский язык монгольских граждан и они спрашивают это можно купить она говорит да и так еще на меня удивленно посмотрела это в чем проблема вот покупай то есть смотрите вот мы были приучены и когда вот совкотролщик рассказывает про колбасу по 2.20 так вот надо помнить эту копченую колбасу и про ту же колбасу за ней надо было отстоять очередь длинную чтобы получить и то и каждый день она не продавалась у нас да у нас у нас копченая колбаса вообще редкость была у нас вареная за вареной колбасой приходилось стоять там раз в неделю привозили и надо было в очереди стоять да я помню что мое детство прошло в этих очередях за сметаной за колбасой за маслом за всем практически у меня тоже но почему-то совкадрочер это не вспоминают вот они вот любят тоже кричать а помните какой был прекрасный ГОСТ так этот ГОСТ это а и были натуральные продукты так они были натуральные потому что химии не было вот этой вот продуктовой за счет отсталых технологий была бы возможность накидали этой химии там лопатами продукт вот я уже здесь в Монголии работал ну такой растворно-бетонный узел биография насыщенная вот и к нам поступали такие мешки нитрит натрия на нем было написано нитрит натрия и внизу такая надпись здоровыми буквами яд ну это череп с костями тоже нарисовал вот чтоб люди его как соль не применяли потому что ну это реально яд его сыпали в раствор и в бетон для того чтобы он во время холодов ну не замерзал значит нарушается процент вот так этот же нитрит натрия вложили в колбасу ну и сейчас ложат чтоб она имела красный цвет а не серый вот когда рванул Чернобыль значит тогда ГОСТ был вот масло можно было хранить ну я не помню сейчас даты ну я примерно условно говорю ну скажем там три месяца через три месяца его надо съесть это масло вот взрывается Чернобыль значит вот эта вся молочная продукция она заражена все они быстренько меняют ГОСТ и уже масло можно значит хранить два года или год то есть этот ГОСТ меняли как хотели и что хотели с ним делать и та же колбаса вареная вот у нас докторская она как бы средняя цена ее тоже не было но было допустим столично 31 копейку стоило это та же доктор с добавлением сала там кусочка и было по 16 копеек чайную так ту реально собаки не ели эту чайную колбасу вот вот и весь советский ГОСТ я уже не говорю о плитках шоколада там был такой шоколадной плитки значит там соевая соевый шоколад ну какая-то гадость тоже абсолютно вот и все ничего вот ну я не могу сказать ничего хорошего про это время абсолютно ничего только то что мы были молоды и любой человек не скажет что было там хорошее и вот когда люди нашего возраста рассказывают молодежи значит как было хорошо это ну им крытнее но они еще рассказывают про квартиры да так у меня вот родители получали как раз квартиру в 61 не в 62 значит я уже родился мне было сколько-то месяцев значит семья мама с папой я и моя бабушка и вот нам дали двухкомнатную квартиру вот это как раз было вот это хрущевская оттепель там так называемая массово строите хрущевки которые сейчас на них смотришь они для жизни собственно мало подходят квартиру вот но тогда дали и мы рады потому что до этого люди жили в подвале вот получили квартиру и эта квартира на всю жизнь осталась все ее не меняли ее же не дарили ее давали тебе в пользу и в принципе могли ее забрать никогда не забирали но в принципе могли это сделать это была квартира не твоя а потом пришла приватизация и вот когда мне говорят что вот квартиры мы там вот давали бесплатно так ну у меня сейчас все рабочие в моей компании получили квартиры я им бы дал квартиру ключевые рабочие вот не потому что я такой хороший а потому что если я не дам они у меня идут к другому человеку который им даст квартиру и все и они не парят им не надо социализм никакой но мы не могли заработать тогда у нас было ограничение по зарплате мы не могли выехать никуда я чтобы поехать в Монголию я писал анкету на четырех от листы А4 там на четыре листа там и где мои дедушка с бабушкой были во время оккупации и там есть у меня родственник за границей там куча дурных вопросов и вот еще любимая их тема это хорошее советское кино были действительно хорошие кинокомедии вот Гайдай так они были хорошие почему потому что человек видя вот эту беспросветность советскую смотрит кино у него какая-то отдушина он не может поехать за границу но он может в кино посмотреть вот помните бриллиантовая рука там вот этот главный герой уезжает куда-то в круиз и где-то он там ходит там по Турции или где он там ходит там не знаю этого же не было практически люди чтобы вырваться с Советского Союза прыгали с этих пароходов плавь плавь до границы уходили то есть это все было вранье но просто мы смотрели да нам нравилось потому что мы как бы выныривали из этой серости А сейчас Путин старается построить Советский Союз номер два люди не понимают куда их тянут их тянут в такой же болот ну все-таки у Советского Союза была идеология была идея которая каким-то образом все-таки на 70 лет соединила эти разные территории разные народы ну я прекрасно помню вы тоже помните 15 республик 15 сестер в школе у нас да то есть мы постоянно какие-то утренники там были там всякие я не говорю уже про историю да которую мы изучали полностью история Советского Союза а потом каким образом эти то есть не говорилось о том как завоевывались эти территории да просто да говорили просто о том что вот как они входили все добровольно вот был гимн который в общем-то никто не любил потому что там были такие слова союз нерушимый республик свободных сплотила на веки великая Русь да вот но тем не менее вот была такая идея что да мы все вместе мы строим коммунизм ну в общем какая-то такая вот идея была объединяющая вот у путинской России даже этого нет потому что нас всех да нас всех сейчас впихивают в русский мир а зачем русский мир Буряту Татарину Вашкорту Саха Тувинсу зачем нам этот русский мир непонятно непонятно потому что ну а больше нету ничего больше нету никакой идеи и поэтому я думаю что вот Советский Союз он в конце концов развалился потому что эта идея тоже не была эта идея была сверху нам спущена и мы должны были вот эту идею принять как свою но в результате все народы оказались на свободе те которые входили в Советский Союз и сейчас они развиваются что когда она развалится то я не думаю что каждый из этих регионов и республик каждый из этих республик будет отдельно как-то существовать в изоляции от других естественно будут налаживаться какие-то связи между нашими регионами между нашими странами естественно мы будем развивать эти соседские отношения мы будем торговать мы будем ездить друг к другу в гости сотрудничать и в конце концов возможно почему бы и нет будут какие-то наднациональные надгосударственные образования все-таки возникнут какие-то союзы и я думаю что вот таким прекрасным примером настоящего союза является европейский союз потому что в европе эти страны прошли через войны то есть были столетия войн самая последняя война была мировая война вторая вот и в конце концов все-таки они стали строить экономический союз и решили что вот в принципе появилась вот это вот общая европейская идентичность которая объединяет все эти совершенно разные страны разные культуры между собой вот этой вот идеи общей европейской идентичности и таким образом это это вот союз свободный на самом деле свободный союз равноправных государств и у них есть гимн это отдых радости Бетховена там самые главные слова это свобода и если человек если какая-то страна хочет выйти то они это могут сделать как сделала например Британия все конечно были в недоумении и потом сами британцы в общем-то остались в общем-то в таком тоже недоумении потому что они не думали что у них это получится и зачем это им теперь надо но тем не менее то есть есть право на вход есть право на вход вот и я думаю что да самое главное это как раз таки если уже какие-то союзы то они должны быть союзы свободных государств равноправных государств вот смотрите тут еще какой нюанс вот они все прошли через процедуру покаяния вот та же Германия вот а вот Россия она вряд ли пройдет на это дело вот тот же канцлер Германии в свое время Вилли Брандт если не ошибаюсь он приехал в Польшу стал на колени значит как символ что он виноват перед польским народом перед еврейским жителем Загетта вот а вот тут в Монголии приезжали два корреспондента новое время ребят ну тоже нормальные ребята вроде оппозиция я им тоже привел этот пример а им не сказали да нет это общее покаяние кому надо мы как бы против этого то есть они не покаятся вот в чем проблема в той же Европе у нее тоже полно проблем вот экономических никто между собой не грызется вот допустим то же евро да вот вы не можете евро расплатиться в Швеции скажем или в Дании вы должны там кронами или там чем-то платить вот в Германии пожалуйста плати евро без проблем а вот там надо идти их менять то есть это тоже какая-то такая вот небольшая проблема экономическая но они ее решают а когда ты едешь по Европе мы всю Европу проедем ты сел на этот автобус и попер и ты не знаешь ты глаза открываешь ты уже значит во Франции вот сел во Франции значит на поезд ты поехал в Женеву пожалуйста там никаких нету пограничников вот а Россия вот в чем опасность вот того же совка вот они так приучены вот эта идеология советская она полностью лживая они им там да по лапшу вешали там про братство народов на самом деле не было этого братства вот и когда Советский Союз развалился вот сейчас мало кто помнит а вот пресс-секретарь Ельцина он первый же день когда Украина объявила о своей независимости он сказал да мы принимаем что Украина это отдельная страна значит территориальная целостность мы не оспариваем но до тех пор пока Украина не станет там какие-то ну против России союзы делать все они тогда уже были шовинисты они никогда не считали Украину отдельной страной это у них шовинизм в крови вот и если дай бог они сейчас развалятся вот и вы обратите независимость будет то же самое они не будут считать вас отдельной страной вот они тоже кучу всяких там условий там поговорят пока пока они вот это все не осознают они не осознают вот что страшно и они просто вот была идеология такая мы за мир мы там 15 республик сестер там на самом деле это же было не так и то же самое сейчас они тоже кричат о дружбе о прекрасной России будущем где все дружно живут а на самом деле сколько примеров когда буряты приезжают в ту же Москву их всегда то японцами то китайцами то казахами то еще там кем-то вот даже вот эта девушка вот которая была я не помню имя боюсь ошибиться значит она участвовала в Питере в конкурсе красоты она выиграла конкурс красоты вот действительно симпатичная девушка в бурятии все это Виктория Молодаева она выиграла миссис в Санкт-Петербурге да 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 и сколько там на нее помоя вот эту вот грязь они не изменятся да расово неправильное да совершенно верно победительница да они я боюсь что будет вот те же процессы что были при развале вот смотрите вот возьмем Российскую империю да она развалилась вот на куски только не стали на ноги только не там почувствовали силу они тут же стали захватывать значит все свои бывшие территории то есть они захватили Украину причем захватывают точно так как вот они сейчас делают только они сейчас входили с Донбасса и оккупировали Крым а тогда они полезли под Харьков они полезли в Польшу правда получили там по зубам хорошо Финляндию полезли тоже получили по зубам но кусок оторвали вот развалился Советский Союз да они тоже сначала побыли там немножко на ноги встали нефть подорожала они тоже полезли на Украину на Грузию на Молдову и рано или поздно развалятся это ну все империи разваливают вот и я боюсь что будет то же самое будет какой-то период когда они развалившись будут пытаться лезть с войной уже на вашей републике свободы на отдельные страны вот как они в Чечне полезли поэтому к этому надо быть готовыми надо быть готовыми к этому и мы думаем что все ведет к тому что больше у них не будет сил мы надеемся что настолько то есть я думаю что мы это сейчас вырежем на самом деле потому что это уже как бы так я значит что бы я хотела сказать дело в том что мы наращиваем наши силы и мы видим насколько сейчас слабеет этот режим и я думаю что сейчас у путинского режима уже просто не достанет зубов чтобы укусить кого-то больно так как они это сделали в 90-х годах с Чечнёй понимаете вот опасность в том что они только получают там какие-то деньги за что-то они тут же у них просыпаются за шовинистическое настроение смотрите на самом деле вот то что мы с вами говорили про сталинизм когда они посадили всех активных людей остаются эти рабы которые можно что угодно там втирать вот посмотрите вот они трусливые полностью трусливые они когда толпой как вот стадо шакалов они могут напасть более без защиты получают по зубам у них начинается там это НАТО вот как с Украиной и вот посмотрите когда они захватывали Украину когда оккупационные войска входили в украинские города очень много видео в интернете как их встречали украинские жители они пытались танки руками останавливать встречались украинскими флагами возмущались вот сейчас Украина вошла в Курскую область вы можете показать хоть одно видео где жители этих областей останавливают украинские войска нет все бежали быстрее этих местных жителей бежали только вот эти кадыровские войска тех вообще можно на Олимпиаду отправлять как стая первые места это это народ в принципе трусливый вот ему нечего защищать и вот вот я может скажу неприятные вещи вот вам сейчас тоже надо поднимать смелость у вас тоже проблема с этой трусостью я понимаю что вы были под ну вам вам это прививали у вас самых активных убивали уничтожали там выгоняли вот и основная масса народа боится это я понимаю да это страшно пойти сейчас на автоматы там против полиции это страшно но через это придется пройти никуда не денете вот вот это это к сожалению так вот ну а сейчас вам надо хотя бы своих детей спасать именно бурят потому что вы видите сейчас что делается сейчас срочников вот вас и так загнали на СВО вот так называем как они говорят на войну а сейчас они срочников туда гонят уже были случаи уже вот в интернете значит два случая кто-то из под Иркутска какая-то мать ищет значит своего ребенка кто-то где-то из под Улан-Удэ по-моему если не ошибаюсь но уже случаи есть а их сейчас массово погонят и погонят ваши Сибирь и бои и опять бурятия сейчас вам надо спасать хотя бы детей и воспитывать детей нормально нужно сейчас во-первых спасать срочников и не нужно идти в эту армию нужно уезжать бежать просто скрываться скрываться от призыва да как всеми способами значит а взрослым людям которые уже могут подпасть под мобилизацию уезжать просто да да и надо развивать вот вашу организацию надо выходить на этот мировой уровень чтобы вас слышали потому что Россия будет стараться сейчас чтобы вас слышали поменьше поэтому это уголовное дело против вас возбуждено и в реестре вы там наверняка этих инагентов там и все такое ну знак качества как мы с вами говорили вот сейчас на вас надежда потому что ваших людей там в Бурятии будут одурманивать по полной программе что и делать все вот эти цдновые все вот эти ваши АВК или АБК как там называется канал который это проблема ну хорошо спасибо большое за этот разговор мы вам спасибо да обо всем практически поговорили ну это разговоры по пятницам то есть просто задали тему Советский Союз годовщина да хотелось бы как бы обратиться к подписчикам пусть пишет свое мнение я знаю что много людей вот этой идеологии заражены Советски вот ну пусть напишет свое мнение а если кто может пусть напишет чем было хорошо в этом Советском Союзе вот мне просто интересно кто что скажет да спасибо большое всем кто посмотрел наше видео пожалуйста ставьте лайки делитесь я знаю что сейчас Россия стала тормозить YouTube если есть возможность приобретайте VPN потому что необходимо сопротивляться этому режиму диктатуре чтобы сохранить себя спасибо большое Игорь да спасибо тоже все до свидания до побачения до новых встреч да люди такие что ошибся и д